Всем привет! На дворе у нас июнь, а это означает, что проект Whale Marina завершает свое строительство. Сегодняшний выпуск посвящен о том, что произошло за два года с этим проектом, как он выглядит на сегодняшний день. Естественно, поменялись чуть-чуть цифры, поменялись рассрочки, но об этом сегодня мы поговорим. Поэтому начинаем! Ну что, с чего хотелось бы начать? Начали мы продавать этот проект три года назад, когда здесь было еще поле, не было ничего, только закладывали фундамент. Сегодня уже все. Заезжай, живи, готовый комплекс. Сейчас застройщик в течение двух недель до конца июня получит справку ОУ-6. Это документ, который выдается государством, и по факту это основное свидетельство и разрешение на заселение проекта. И уже с июля, ну даже с конца июня уже первые жильцы начнут получать свои ключи. Что изменилось за эти три года? Ну, сначала глобально, по районам. Построили рядом кафе Дель Мар, которое недавно почему-то переименовалось в Алекса Бич. Честно, я не знаю. Внешний вид остался тот же самый. Очень приятное заведение, где всегда играет хорошая музыка, где хорошая коктейльная карта, неплохая кухня. Можно приехать отдохнуть всей семьей, побыть у моря, покупаться в красивых бассейнах. Территория там, ну, очень красивая, мне нравится. По поводу соседства. Раньше здесь был большой участок земельный, сейчас его застроили, точнее готовят под застройку. Здесь будет строиться проект Ocean Horizon, который мы, кстати, тоже на днях снимали. В общем, я снова удостоверился в том, что все строительство и все развитие в ПТЕ в приоритете сейчас идет здесь, в районе Наджамтен, потому что только здесь остались места хорошие, которые находятся рядышком с морем. Но это все частные инвестиции. Помимо этого, государство вкладывает большие деньги в развитие этого региона, ну и, в принципе, всей ПТЕ. Государство достраивает дорогу, которая выведет вас прямо здесь, с района Амбассадор, либо на седьмую трассу она ведет в Бангкок, в аэропорт Суворна-Абхумье, либо поедете направо, в сторону аэропорта Утапао. То есть раньше, если нужно было заехать в город, мы все заезжали с севера, если вы живете на юге, вы ехали через весь город по сухому виду, то сейчас вы прямо с трассы будете уходить и заезжать сюда, на южную часть города. И помимо этого, государство взялось за косу, или как это назвать, за искусственную набережную, которая есть перед проектом Вейл Марина. Три года назад там было все в зарослях, было даже страшно ходить. Сейчас поедем, сами увидите, что там произошло. Внутри же самого проекта практически ничего не поменялось. Все построили так, как и обещали. Здесь выставляют шезлонги, зону для загара и отдыха. И даже, как и обещали на макете, что на территории проекта не будет проводов. Здесь очень много освещения, здесь стоят толбы, и все не будут работать от солнечных батарей. Поэтому это проект, где на территории нет ни одного провода. Ну что, мы добрались до квартир. Для того, чтобы провести первую инспекцию, посмотреть, как они здесь все построили. Выглядит все 100% как в шоуруме. Все оставили то же самое, как и обещали. Единственное, что мы убрали, постельное белье. И вот здесь всякие макароны были, еще какая-то посуда. Но это, в принципе, в стоимость и не входило. Оставили все, вот даже глазок. Я, правда, вообще не помню, когда в последний раз в Таиланде в глазок смотрел. Вот сейчас посмотрю. Милиция там. Итак, здесь у нас все то же самое. Шкафы, мебель, микроволновки. Вся техника. Нужно будет докупить только мелочи типа посуды, чайников, постельного белья, банных принадлежностей и прочего. Так, сейчас заглянем сюда. Туалет. Все то же самое, что и было в шоуруме. Даже вот держатель для полотенец оставили. Крышки. Все, как было до последней мелочи. Все то же самое. Так, здесь у нас рабочая зона или туалетный столик. Не знаю, кто под что будет использовать. Можно поставить ноутбук. Вон есть розетка. Можно почитать книжку. Шкаф для студии довольно-таки просторный. И, кстати, телевизор тоже для студии довольно-таки нормальный. Бывает, в некоторых проектах ставят вот такие телевизоры. Что иногда смотришь, думаешь, это хороший размер для телефона, но никак не для телевизора. Проект получился расположен к морю таким образом, что, начиная с шестого этажа, даже из студии, которые не имеют вида на море, справа теперь виден кусочек моря. Мы об этом даже не говорили, но по факту так и получилось. Мы пришли в очередной раз на стройку и в очередной раз здесь увидели владельца компании. Ходит всем здесь, говорит, что им нужно делать, следит за качеством на всех этапах. Даже вот на такой, казалось бы, мелочи, да, как озеленение. Но по факту приходит, смотрит, как это все происходит, следит, что всю траву поливали и прочее. В общем, владелец компании здесь у нас каждый день. Вместе, кстати, с дочкой. Она тоже здесь каждый день находится. Она занимается инспекцией по мебели. Принимает, чтобы вся мебель была такая, как заявлено было изначально. Это у нас квартира с одной спальней, 46 квадратов. Точная копия того, что было в шоу-руме. Единственное, что поменялось. Поменялся диван. Раньше у нас была просто софа. Сейчас поставили раскладной диван, поэтому 3-4 человека здесь можно разместить спокойно. Еще я сейчас обратил внимание на такой момент. Это фартук. Если честно, я никогда не обращал внимания, из чего он сделан в шоу-руме. Сегодня приеду и обязательно посмотрю. Но выглядит здорово. Это, наверное, какой-то кафель. Не знаю, как он будет мыться. Но выглядит прикольно. Так, полки и для обуви, и для всех, для всего хлама. Это все здесь. Идем в спальню. Так, здесь у нас шкаф. И вот здесь рабочее место. Опять же, кому-то стол для косметики, кому-то для ноутбука или чтения. И туалет. Также есть еще одна зона. Ну вот, в моем понимании, это, наверное, зона для чтения. Здесь стоит такой нано-модный столик, который вот так вот крутится. Ну просто здесь очень хорошее освещение. Опять же, видно весь двор. Можно посидеть, почитать книгу при дневном свете. Ну или просто вечером посидеть, посмотреть на море. Также здесь место под установку стиральной машины, как и в студии на балконе предусмотрено. Ну и самое главное, это вид. У ванн-бедромов вид в сторону моря и на внутреннюю инфраструктуру. Вид бомба. Особенно вечером будет с подсветкой. Это самая большая квартира, которую мы сегодня покажем вам. Здесь 86 квадратов. Это 2-бедром. Здесь сразу на пороге будет стоять стиральная машинка. Вон там кран стоит для подачи воды и слив. Кухня. Уже такая большая. Опять же, мой любимый фартук всегда на месте. Любимый он с недавних пор, буквально 10 минут как. Так, идем дальше. Здесь у нас вход в туалет. Вход причем идет и из хозяйской спальни, и из гостевой. Несмотря на то, что это 2-бедром, здесь всего только один санузел. Это гостевая спальня. Опять же, небольшой рабочий уголок, шкаф и пуфики. Из гостиной у нас идет два выхода на балкон. Точнее, даже сказать, два балкона. Один здесь расположен, и один вот прям за моим оператором. Все они с фронтальным видом на море. Причем вот этот немаленький по размерам. Сюда вообще свободно войдет один или два шезлонга, не знаю, но один 100%. Поэтому можно здесь сделать свою приватную зону для загара. Идем смотреть хозяйскую спальню. Итак, в хозяйской спальне у нас, естественно, есть и рабочее место, есть и свой шкаф, есть выход в душ. И, кстати, только сегодня я заметил, что здесь у нас оказываются полочки, а не просто зеркала. О, 200 раз был в этих шоурумах, никогда не замечал. Но хоть сейчас заметил, то хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Небольшой фокус. Откуда взялись здесь шезлонги, скажете вы? Суть в том, что мы разбили съемочный день на два дня, потому что нам сказали, что завтра, то есть сегодня, поставят уже шезлонги. И, кстати, уже даже здесь дети какие-то купаются уже. Первые жильцы пришли на бассейн. Вот. Поэтому вот так это, собственно, будет выглядеть, когда вы сюда приедете заселяться. Пошли дальше смотреть. Нам еще сказали, что сегодня доукомплектуют спортзал. Мы сейчас находимся в здании Б на первом этаже. Здесь у нас теннисный стол и фитнес-зал. Но фитнес-зал очень похож на тот, который был в видеопрезентации. Изначально. То есть то, что обещал застройщик. Но снова сдержали. В проекте три бассейна. И изначально планировалось, что бассейн между зданиями А и Б и под зданием Б, это будут глубокие взрослые бассейны. А детский уже будет самый дальний возле здания С. Но сейчас поменяли, решили поставить детский неглубокий бассейн вот сюда. Во-первых, чтобы он был в тени. А во-вторых, наверное, для того, чтобы если родители пришли позаниматься, побегать на беговых дорожках, велик покрутить, могли наблюдать за своими детьми прямо сюда. Но, наверное, это грамотное решение. И получилось сейчас следующим образом, что здание А и здание С – это глубокие бассейны взрослые, а вот этот – теневой детский. На первом этаже в здании А находится офис водно-спортивного клуба. Все вы помните, что это проект единственный, который позиционирует себя как дом, в котором прямо из подъезда можно уйти в море. Поэтому мы спускаемся с вами на первый этаж здания А, приходим сюда и берем какой-то водный вид транспорта – лодку, катамаран, водный мотоцикл и прочее. Здесь же мы будем проходить инструкцию по технике безопасности и прочий инструктаж. На крыше здания Б у нас смотровая площадка. Здесь будет озеленение. Посадили натуральную траву. То есть это не искусственное. Вон парень сейчас поливом занимается. В общем, буквально здесь через месяц, наверное, уже все это приобретет красивую форму. И поставим сюда какую-то мебель, столики, стулья. Можно будет подняться с друзьями, со своей семьей, выпить чай, кофе или просто бокал вина и посмотреть на закат. Сегодня очень ветрено, поэтому я надеюсь, наша камера это передаст. Очень много серферов. Вон они и с парусами, и с парашютами катаются. Я тоже хотел бы научиться. Когда-нибудь придет этот день. Три года назад, два года назад, когда мы были здесь с клиентами, здесь было застроено, стояли стихийные постройки или были просто джунгли. А сейчас вот уже провели городское освещение. Там потихоньку высаживают пальмы. То есть здесь готовится смотровая площадка. Здесь будет как мини-сквер, то есть место, где можно будет погулять. Китайцы сюда будут, как всегда, ходить, порыбачить. Вот. В общем, здесь тоже идет благоустройство этого места. Смотри. Просто ушел, как черный плащ в закат. Хорошая техника. Кстати, мы совсем забыли сказать в очередной раз, что это единственный проект в городе со своим причалом. Сейчас причал уже доделывают. Мы буквально два месяца назад с друзьями решили взять в очередной раз лодку и поехали на ближайшие острова. Вот даже их отсюда видно. Ехали мы, наверное, минут 30-35. Лодка была нескоростная. У нас даже был небольшой парус. Ну, в общем, смотрите, что мы там увидели в 30 минутах от Паттайи. И по ценам. В самом начале видео я сказал, чуть-чуть поменялась рассрочка. Например, для людей, которые до этого приобретали здесь квартиры, график был 30-70. 30% платили в течение стройки, 70% только по моменту заселения. Сейчас для людей, которые приобретают, будут условия такие. Проект готов? Пожалуйста, заезжай, живи. Рассрочка будет выглядеть следующим образом. Квартира бронируется депозитом в 50 тысяч бат. Первые 50% должны вы оплатить до конца этого года, до конца 2019-го. И до конца следующего года остальные 50. Каким графиком? Вы сами для себя можете определить, исходя из своих возможностей. Но ключи и, естественно, возможность пользования этой квартирой у вас будет только после 100% оплаты. Вот, а на сегодня я с вами прощаюсь. Мы заехали в очередной раз в проект Вейл Марина. Показали вам, как это все закончилось, как он близится к завершению. До скорых встреч! Мы собираемся заснять еще несколько роликов про недвижимость, поэтому увидимся буквально через пару недель. Всем пока!